а ресторан ла-кафе де бьюти творческой студии позитивного мышления тела позитивные мысли татьяна салмановна мактун сайфу я приготовила себе такой легкий салатик обед как в парижах поставила видео загружаться на мой канал youtube а татьяна салмановна мактун сайфуи на русском языке здесь на каждом видео я такие вот дела видео пошли загружаться килобайтов и много на этом видео вот а так около двух часов ну что дорогие друзья ближе к балконе ближе к моему эксклюзивному трону балконе чем пойдемте сейчас приняла такой прохладный душ прохладный душ в моей ванной комнате спа как знаете как в Таиландах они снимают цветы ах эти цветы у меня как в Таиландах они снимают на мау-поу обычно они орхидеи у нас сыпают знаете не роженые знаете там орхидеи у кого-то сыпают тк 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 тек да ök тк 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 п с Ах, это лучшие рестораны мира, ах, этими шлями, ах, это обед по-королевски, ах, эти королевские обеды, эти обеды супер по-королевски. Суперская красота. Сейчас я на мой балконе поставлю видео на мой балконе. Приготовила себе такой салат. Варила макарошки, порезала, помыла свежий огуречек, посолочным маслом, немножко майонезик, кетчуп, а также вареное куриное яйцо, имитированная красная икра, свежая вода, свежечистая вода. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Вы смотрите мою творческую программу, моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Ну а о моей уникальной методике Триана я вам уже говорила. Так что вот. Сейчас посмотрю, как лучше свет выставить. Лучше на балконе или, в общем, туда. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, а там звук. Если я буду так говорить, там, наверное, как-то слышно. Это пейзаж. Красивый пейзаж. Я буду на троне. Поближе нужно поставить. Все, кто нужно подреже, получается. Да, поставите. Ну вот. Ах, всякие украшения, такие вот вот штуки, такие штуки. Эх, и брульян. Ах да. Друзья девочек. Друзья девушек брульян. Сейчас я еще надену брошку, сейчас я еще украшу брошкой. Брошку, часы, ну а вот это эксклюзив. Сейчас я вам покажу, как в лучших этих шлемах ставят стоканы. Обратите внимание, кошечка моется, красотка. Мужчины уже разгружают. Он уже вернулся из Дубаи. Он уже съездил за покупками в Дубай, телепортировался обратно. Но да, он уже телепортировался с коробками. Обратите внимание, это волшебник. Этот мужчина волшебник. Такой этот Аладдин. Аладдин с коробками. Видела, что Аламана немножко шутит. Мужчина, это я, так скажем, вот. Представляете внимание, кошечка. Это у меня, знаете, вот это вот. А Аламана хочет быть такой известный, как Джоан Роллинг с Гарри Поттером. Так что вот. Я просто очень мечтала, чтобы вы прямо отсюда, прямо в Дубай, за покупками. Он сейчас заделывает. Я просто хотела, чтобы вы были волшебниками. Я немножко помечтала, чтобы вы прямо с этой машиной, он это или не он, прямо в Дубай. Потом он здесь уже телепортировался через полтора часа сюда, уже обратно с покупками. Так что вот. Ох, как это оформляют. Обратите внимание, такое оформление, как в этих лучших нашленах. Такие вот, ах, эти бриллианты. Да, эти суперские бриллианты. Вон он смотрит. В общем, мужчина, ничего личного. В общем, когда этот восточный мужчина начинает смотреть, в общем, на самом деле, я даже не знаю, что ему сказать. Он стал смотреть. Он еще даже, вот это вот, знаешь, что я за мной, на этом видео он ему сказал, он уже стал смотреть. В общем, что делать, что делать. Вот это вот. Ах, где у меня эта штучка была? Сейчас я принесу зарядочку. Сейчас я принесу зарядочку. Момент. Момент. Сейчас я принесу. Сейчас я привыкну. Сейчас я принесу. Сейчас я принесу. Ну вот я в фалман уже иду, а шляпа упала, а это шляпа упала. Показать вам меня в этой шляпе, вчера сделала фото и видео, такая я в шляпе, я такая волшебная палочка. Так что вот мы и сюда положим. Как тут пейзажи, ну просто суперский, суперский пейзаж, вот я это делала, по-моему, уже хватит, уже салат, уже нужно кушать, немножко майонезика надо, сейчас майонез еще принесу, немножко нужно майонезика. Вот все еще. Пока. Продолжение следует... В общем, мы послали уже обратно. Уже обратно. Секретные миссии. В общем, все. Татьяна Салмановна, уже это хватит. Кушать уже хочется кушать. Секретные миссии. В общем, это миссия. Миссия выполнима. В общем, как-то вот так. Это Татьяна Салмановна пишет еще книжки. Татьяна Салмановна еще пишет эти сценарии. Понимаете, на основе того, что я смотрю, читаю, я еще пишу, в общем, книжки. В общем, такая Татьяна Салмановна хочет еще быть писателем. Знаете, эти кошки говорящие, дом волшебный. Это помимо того, что... Куда он это понес? А он, кстати, понес вот эту штуку, откуда я брала этого котенка. Вазя.ком. Он вот эту штуку понес. У них там с колокольное помещение. Я знаю. У них там с колокольное помещение. Вон эти коробки понес. Ну, здесь слетал, понимаете. А вы здесь из Дубая. А что там думал? Это вы из Дубая. Да беспокойно, куда положить. Придется, в холодильничек я сейчас отнесу. Так что вот. Сейчас я отнесу в холодильничек. Майонезик. Ах, ну да. А, в общем, еще кушать, кушать. А, вот тут такие блондинки. В общем, как-то вот это вот. Ох, такая она супер эротическая. И, так кажется, тут еще нужно красиво, красиво сесть. Красиво. И наслаждаться. А, в общем, такая прохладная водичка. В общем, прийти внимание. Это бриллианты. Знаете, какие-то штучки. Это такая рамочка вообще. Такая рамочка. Да, вообще для фотографии эта штучка была. Или нужно ближе вот так вот. В общем, ладно. В общем, кушать. В общем, кушать. Что касается салат. Легкий салат. Немножко еще, опять, подлить бы надо. А, еще знаете, что здесь у меня добавлено? Еще добавлено немножко виноградного уксуса. Понимаете? Такие секретные, секретные ингредиенты. Ну, по-моему, нужно еще. Понимаете, салатик постоял немножко буквально, быстренько приняла прохладный душ, может быть, еще вам виноградного уксуса, а я просто на глаз ингредиента. У нас нужно еще немножко уксуса добавить, немножко посолить, в общем, как-то так, все нужно добавить до ингредиента в салат. Ну, сейчас я вернусь, если не нужна, чтобы это было вообще-то супер-супер. Сейчас я приду. Спасибо. 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 Да, вообще, знаете, в Дубае, ну, знаете, такая в Дубае, что в Саудовской... А, потому что красиво так сесть, так красиво. Ох, женщина оттирает машину. Женщина немножко оттирает машину. Так она очень ее сильно, вообще, так я, вообще, удивляю. Женщина так сильно трет эту машинка, блондинка, на такой жаре 50 градусов. Она прям трет эту белую машину, крышу, вот эту вот. Так что вот, так что имейте в виду, мужчина, если вы там увидите, и просто понимаете, вот эта вот летающая, вот эта машина, Гарри Поттер, я тоже хочу, знаете, вот анфер книги «Тайная психология денег. Секретное богатство и процветание». Вообще, хочу что-нибудь такое вот написать, такое вот, как фильм Чародея, вот такую сказку, сказку, бля, в гротлах, и из каких-то вот таких вот, ну, что им, знаете, вот вижу там что-нибудь такое, и интересненькое придумано. Так что вот, просто я вам объясняю немножко, как-то вот так. Ну, кто бы отказался, понимаете, как бы, кто бы отказался слетать на машине в Дубай уже с этими, с какими-то, в общем, здесь этими, как там, подарками или что-то. Представляете, прям с машиной, прям туда, в Дубай и обратно. Так что вот. И не просто слетать, а я вижу, что он, в принципе, совершенно как-то вот это вот... Вы поняли, да? Может, для кого-то какой-то такой сюрприз, но он застал так это, в общем, как-то вот это нормально. Так что вот. Так что ладно, не будем отвлекаться. А, что я хотела сказать? А, вы знаете, вот я вам загрузила в церкви в большом городе два. Там вот эти вот, там, четыре эти подруги сидят в этом кафе в Вадикарабских Эмиратах, и там эти женщины, женщины в Дубаях с этими покрывалами, знаете, одни глаза, понимаете, одни глаза. Я вот думаю, знаете, вот это вот, где там Саудская Аравия, знаете, вот его министра обороны Саудская Аравия, знаете, ну, вы поняли, да? То есть у них вот как раз, знаете, вот такое вот, знаете, картошка-фри, в общем, ну, вы поняли, да, как-то в этом фильме показывают этих женщин, картошка-фри для дамы с одеялом. Ну, как это сказала? Ну, как это сказала? Я не знаю, там такая жара, может быть, там какие-то холодильники специальные, или какие-то такие кондиционеры на улице. Потому что при такой жаре, здесь, понимаете, уже прохладной водой, прохладный душ, уже, знаете, волосы высыхают. И такая жара, представляете, вот в этом черном, да еще вот в этих... Насколько это жарко, может быть. Что в Саудовской Аравии, что в Арабских Эмиратах, это только, знаете, где вот эти кондиционеры, в помещении, а на улице, там на улице, в кафе, при такой жаре. Ну, в общем, на самом деле, салат с макарошками имеет такие нюансы. И самое главное, какая-то такая вкусная подлива. Вкусная подлива для макарошек, в этом весь такой... есть такой фокус. Секрет. Ммм, здесь у меня еще добавлено, знаешь, что забавно? Чупните. Больше добавить по вкусу. Как же я забыла, забыла вам сказать. Горчица. Сейчас я пронесу больше горчица сюда. Момент. Ну, Продолжение следует... 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 Такая очень интересная тема. Я уже, как говорится, успела поэкспериментировать. По поводу, может быть, виртуально мы сходим полюбоваться цветами в летний сад. На что мне ответили? Я уже там. Так что вот. Спасибо. 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 В том смысле. Что я так понимаю. Что иметь семью и детей. Вот. И работать. И делать себе капитал. Так что вот. Вы можете задумываться. Знаете. Задумываться. Когда вам 49 лет. Вот такие вот дела. И получилось вот ещё раз. Все это просто прохер. В allí из размеров. Температура. И все это делается мощное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так далее DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Вот такие вот дела. Потому что, знаете, вот это вот, конечно, видео это прекрасно, но что да, это, знаете, моя страсть, творчество страсти, эти книги, я по этим мышлением занимаюсь давно. Я даже, знаете, вот, с кем я, знаете, вот разговариваю над тем, они знают, и даже по видео можете посмотреть. Когда я включаюсь в эти темы, знаете, это любовь, деньги, вот эти всякие техники, вот это позитивное мышление даже преображается. Только я люблю это, я, знаете, такой материал, я знаю, я учаю это годами. Так что вот. Вот такие вот дела. Но вопрос остается так же открытым, еще раз говорю. Также я, знаете, хотела бы заказать, знаете, себе лобстеров, омаров, настоящие черно-красные икры, и вообще тремису, и фрукты, и все это, знаете, вот эти вот клубнику, чернику, и со свежими сливками, и вообще самые лучшие мороженое. А все это стоит денег, так же, как и шикарные путешествия, так же, как и отели 7 звезд, так же, как дома, хамеры, и все такое. Все это, понимаете, вот упирается в звезды, а как не в звезды, а упирается в деньги. Так что вот. Вы слышите сигнал? В сигнале. Они вон вам там уже сигнали. Вчера там машина проезжала. Так что вот. Датьяна Салмановна надеется, знаете, на такой большой трюк, большие деньги, большие бонорары. И очень жалею, что моя мама Тамара Петровна не дожила, к сожалению. Ее давно уже нету. С 2009 года. Ну, Михаил Маратович, я так и скажу. Михаил Маратович, как вы считаете, моральная компенсация и так далее, представляете, бы она дожила? Представляете, вот то, что я вам вчера написала, вы там это все узнаете, вот это вот все. Два месяца, еще два месяца, десять дней, чтобы с ней было. И сколько это может стоить? Так что вот, вот такие вот дела. Если вы говорите, я все могу, и я силен, и я все могу, и я все могу сам, то вы дурак. Потому что человек может быть сильным только в Боге. Вот такие вот дела. Потому что, как вы только превысите определенную вот эту вот грань закона и так далее, вам сразу, вас туда, короче, туда, короче, и все. Сразу быстро объясняет. Удеки узла. Удеки узла. Продолжение следует... 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 Сейчас я приду. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот он идет, и она с ним идет. Вот он остановился, и она остановилась и ждет, когда он там что-то вот это вот. Так что вот, ну на чем мы тут остановились? Как тебе, так суперкрасиво, так супер-суперкрасиво. Ну остановились мы на чем? В чем разница? В чем разница? Я немножко так вот водичкой сидела, потому что, знаете, вот... А, слушайте, я сказала, что на улице, на улице даже прохладнее, чем... Наверное, все-таки нужно на балконе сидеть, на балкон. Вот. Я все-таки, наверное, на балконе. Или здесь дует, мне нужно, чтобы ветер побольше ветра. Сейчас тут дует, да? Сейчас чувствую, что дует ветер. Потому что здесь прохлада. Нужно сказать прохладно. В общем, в чем разница между занятием сексом и занятием любовью? Как секс касается только меня и моего тела. Моего удовольствия заниматься любовью, это значит разделить свою душу с моей партнершей. Крис в 25 лет. Да, все-таки, знаете, на самом деле, что ближе, ближе вот это сюда. Ближе сюда. Ближе к прохладе, понимаете? Ближе, ближе к прохладе. В общем, читаю книжку Габриэля Морриси «Горячие секреты великолепного секса». Из моей библиотеки «Позитивное мышление. Смежная наука». С вами я, Татьяна Салмановна Макту. Когда я занимаюсь сексом, я всего лишь… Слово я не буду произносить, но вы поняли, да, на букву «Т». А когда я занимаюсь любовью, я приглашаю другого человека не только в мое тело, но и в свое сердце. Мари, 29 лет. Когда мы с женой занимаемся сексом, нам это очень интересно. И мы любим экспериментировать. А когда находим время друг для друга и занимаемся любовью, мы при этом соединяемся, открываем друг другу свои сердца, «Закрываем глаза и не можем расстаться». Мэтью, Мэтью, 29 лет. Интересно, правда? Занятие любовью – это не только секс, это совершенно другое. Да, это два человека сливаются друг с другом, наслаждение. Но это наслаждение посредством губ и глаз, чувств и слов. А не только… Ну, тут два таких слова я тоже произносить не буду, но вы поняли, да? Анна, 27 лет. А я вам покажу. Смотрите, вот здесь. Так, дальше идем. Там сейчас у меня видео, видео загружаю. Было написано, что 7 минут. 7 минут, и видео уже загрузится. Я не нахожу слов, чтобы описать занятие любовью. Как вы можете описать любовь? Как вы можете описать занятие любовью? Это лично, это то, что вы чувствуете, то, что вы разделяете и даете любимому человеку. Это то, что делает занятие любовью таким удивительным и особым. Каждый человек занимается любовью исключительно по-своему. Если кто-то занимается любовью со мной, я ценю это очень высоко. Джон, 39 лет. А, Джон, 30 лет. Джон, 30 лет. Так, жизнь без секса, отказ от секса, целебат, по-новому и ношение пояса, поясов, целомутрия. Интересный поворот событий. Это что-то новенькое. Что-то такое новенькое. Что-то такое новенькое. Даже не знаю, отказ от секса. Так, ну что, будем это читать? Давайте я тут посмотрю, что пишут. Сколько у нас тут времени? Сейчас у нас 19 часов и 35 минут. Остров искушения. Сексуальная активность без полового акта. Так. Если вы исключите половой акт, сексуальная активность без него может быть альтернативным способом реализации ваших сексуальных желаний. В зависимости от того, какой компромисс вы выбираете по отношению к полному воздержанию, сексуальная активность без полового акта может включать разнообразные сексуальные действия. Девственникам, как подросткам, как подросткам, так и взрослым обычно нравится поцелуи. Поцелуи вы выбуждают сексуальную реакцию независимо от того, хотите вы в половой близости или нет. И в результате ваши ощущения могут быть очень приятными. Да, как говорится, знаете, иногда поцелуи, поцелуи, в принципе, по любви, по любви, в любви. Могут быть даже, в принципе, и даже лучше, чем секс. Просто. Так что вот, на чем я тут остановилась? Некоторые посторонники полового воздержания утверждают, что даже поцелуи очень возбуждают и искушают. Так. Однако, прежде чем вообще отказаться от поцелуев и физического удовольствия, следует подумать о том, что для удовольствия существуют обходные пути, то есть другие способы контакта, отличные от полового акта. Для некоторых допустимо только держаться за руки. А все, что следует дальше, либо риск, либо слишком большой компромисс. Другие не столь консервативны и не отказываются от определенной сексуальной активности для выражения своих чувств и для некоторого сексуального контакта со своим партнером без полового акта, который часто рассматривается как кульминационный шаг, допустимый только со своим постоянным партнером или в случае сильной любви. Значит так, сексуальная активность без полового акта может включать такие формы сексуальных проявлений, как поцелуи, нежное объятие, массаж тела, мастурпация, взаимное... Хорошо. В общем, взаимное вот это вот. Что там еще? Ох, это я читать не буду, а может я вам покажу это? Половой акт через одежду. Сексуальная активность без полового акта считается половой акт через одежду. Ну так пишут. Хотя это может быть немного болезненно как для мужчин, так и для женщин. В том случае, если это продолжается часами и без аргазма. Чего только не понапишут. Ну, я вам это... Вот, смотри, вот, вам тут видно, вот, кстати, я читаю, вот, можете посмотреть. Здесь вот. Так, что дальше? Половой акт, но это нет. Это мы пролистнем. Это мы пролистнем. Так. Какие преимущества отказаться? Это мы читать не будем, ладно. Это мы читать не будем, мы сейчас пролистнем. Вот это вот наполнение чего-то. Ладно. Я хотела, знаете, эту правденную книжку о любви. Талибат по-новому. Талибат по-новому. Новые девственники, это люди, которые приняли решение о сексуальном воздержании. Несмотря на то, что они ранее уже пожертвовали своей девственностью. Люди, которые выбирают воздержание после того, как у них уже был секс, и которые наслаждаются так называемой вторичной девственностью, поступают так по различным причинам. Иногда это культурные соображения. Некоторые могут придерживаться религии или стиля жизни, которые проповедуют сексуальное воздержание. И также люди могут образовывать самостоятельные или альтернативные духовные группы. Так, ладно. Тут разные вопросы. Здесь рассмотрим про... Что такое? Поезд Паламутрия. Поезд Паламутрия. Поезд Паламутрия. Странница 411. Поезд Паламутрия. Дальше заголовок «Закрой меня на замок и выбрать и ключ». Так, это что-то про что? Фаиса Сталамудрия со временем не исчезли, и мужчины и женщины надевают их для усиления сексуального возбуждения. Они популярны главным образом в сексуальных клубах гир. В общем, что только не понапишешь, что только не узнаешь. Я сегодня достаточно много нового узнала на самом деле. Фаиса Сталамудрия для женщин. Так, что тут? Современные пояса Сталамудрия для женщин выпускаются в ассортименте. Существуют разнообразные модели. Ну, давайте не путем. Ну, ладно, хватит уже вот этого. Что это такое? Ручная работа. Давайте вот там, да, давайте к грязным беседам. Грязные беседы и похотливые мысли, постельные разговоры и развратные фантазии. О, вот эта тема, вот это я понимаю. Наиболее частые слова в грязных беседах. Так, это слово не могу вам сказать, это слово не могу сказать. Так, это как-то нет, в общем, это я вам прочитать не могу. Грязные беседы. Действительно ли люди делают это, произносят громко вслух такие грязные вещи? Конечно же, да. Так, ладно. Это такое, знаете, так это особо на камеру, то что читать, да? А здесь еще даже есть что-то тут. Разыгрываем роли. Вот, давайте, разыгрываем роли. Вы не можете представить себе, как можно говорить так же грязные вещи вслух. Если вы хотите этому научиться, все дело в практике. Все дело в практике, на самом деле, вот здесь так пишут. Наиболее распространенным препятствием грязным беседам является застенчивость. Попробуйте наедине, чтобы слова стали привычными. Некоторые сексологи рекомендуют сесть перед зеркалом и говорить эти слова самому себе. Но для многих это слишком сложно, особенно для очень стеснительных людей. Нет, тебе в зеркало лучше говорить о любви, я даже не знаю, грязные слова говорить. В общем, ладно, телефонный секс и грязные беседы. Так, ладно, «Горячие желания». Желания. Это книжка, вот книжка. «Горячие секреты великолепного секса» в моей библиотеке. Ох, я надеюсь, что моя волшебная видеокамера, мой волшебный ноутбук записывает, в общем, записывает меня. Так, что, идем дальше. «Развратные мысли». «Развратные мысли». «Темы фантазий». На чем заканчивается? Книжка, на чем заканчивается? Смотрите, пролистали уже книжечку. Заключение. Так, фантазии женщины, эротические сны. «Ах, да». «Развратные мысли». 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 Так еще, знаете, здесь еще, это я не сначала, это я только некоторые тут главы как-то вообще пролистала, что-то еще в начале. Так что вот, видите, как интересно, она там не была, приезжала, везде задавала, разговаривала о сексе, хотя люди, как говорится, неохотно, я смотрела передачу, знаете, есть такая передача украинская, по-моему, я стесняюсь своего тела, там вот женщина в этих магазинах и на улице берет различные интервью на различные вопросы, и она вот задавала людям, прохожим, некоторые вопросы, какие-то интимные вопросы, а вы знаете, что это такое, например, и по этим вопросам, и она это выкладывала, она ведет эту передачу, понимаете, и на самом деле по этим вопросам можно понять, что, в общем, люди как-то, некоторые, у многих каких-то таких вопросов, они даже не знают, многие стесняются, многие даже вообще не знают, что это такое, или отвечают совершенно, как бы, вы поняли, да, а особенно какие-то вот такие, в общем, или медицинские, там, у нее, знаете, с таким медицинским уклоном, вот, такая передача, вот, такие вот дела. Ну что, давайте посмотрим, на какой странице откроется, знаете, на какой, на какой странице откроется, ну, знаете, на чем открылась, нейтральная передача, восстановление сексуального желания. За пределами любви и страсти. Ну, ладно, в общем. Сохранение сексуального желания. Тут же различные, кстати, различные темы, такая очень интересная, очень интересная, я очень, очень довольна, что купила эту книгу, знаете, купила ее в магазине Озон, кстати, рекомендую магазин Озон, а, все, я не, как бы, ну, я не знаю, может быть, дороже, если вы съездите на какой-то рынок, может быть, дешевле, там, намного найдете книжки, чем в магазине Озон. Это, конечно, удобно заказать по интернету, они привезут, ну, и сейчас такие книжки, я бы сказала, я покупала эти книжки в 2018 году, это хорошо, когда вы торгуете нефтью и газом, вот, и можете покупать себе книжки по 500 рублей, по 1000 рублей, вот, а если хочешь купить несколько книжек, много книжек, это выходит в определенную сумму, в определенную энную сумму денег, поэтому, в принципе, может быть, даже более выгодно купить где-то на, в общем, где-то и дешевле, вот, и вообще, я у них покупала в Озоне эти книжки, с вами я, моя авторская программа, творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли, так что вот, с вами я, Гатяна Салманна, в том, кто, сайт, вот, потому что мне сейчас нужно пойти посмотреть, загрузилась у меня там все, вот, пойдемте тогда я уже туда пойду, уже вам покажу, загрузилась у меня. Здесь у меня лампочка перегорела, немножко такая темнота друг молодежи, эротика, немножко эротики, сейчас я здесь свет включу, немножко разновежь, ах, у меня здесь такая жара, ах, видео уже загрузилось, ах, здесь у меня такая вообще просто, это просто жарень, сейчас я здесь еще огонь я открою, чтобы промеретливалась, ну, какая такая, просто суперзвезда, такая суперзвезда, здесь вот так, что видео уже загрузилось, сейчас я его отбрендирую, сейчас я вам здесь покажу, сейчас я отбрендирую это видео, Вот так. Может быть, надо было, конечно... А, сейчас я эту информацию вам покажу. Сейчас я вам покажу эту информацию, прямо где-то, близко-близко, чтобы вы прочитали. Вот, то, что я написала вчера. Друзья, внимание, это мой канал Ютуба, это информация, которую я вам написала. Так что вот. Вам там видно? Спасибо. 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 Да, это мое видео на 1 час и 49 минут, которое я сняла сегодня, уже загрузила. Вот, сейчас я его брендирую, размещу на моем канале, на моей странице ВКонтакте и Фейсбука, я вам даже покажу, на мою страницу Фейсбука, даже это видео я отправлю Михаилу Фридману, так что вот, надо ему отправить, наверное. Субтитры делал DimaTorzok Очень приготовленный куб, ланч, шинеский ланч, чай, парулян в Российской Иберии, вкус завтрак, пакет его, ланч под мизиточком. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ближе к дороге, ближе к воздуху. Это здесь у меня тоже? Открыто. Окно открыто. Отправляю на мою страницу ВКонтакте. Это моя страница ВКонтакте. Я Татьяна Салмановна через допис. Мактум Сайфудин через допис. Так что вот это видео сейчас я отправляю Василию Варианчу, опухолу. Это вот видео, которое я Вам загрузила. Сюда вот на мою страницу ВКонтакте. Любовные арты китайцы считали частью порядка в природе. Приятные китайские красавицы, которые получали специальное образование. Надо понять, что всякая китайская красавица, которая сохранилась в истории, они получали специальную подготовку. Эта подготовка делалась в течение тонких лет. По мнению историков, тайны древней кулинарии Ян Гуэфы посвятили монахи Даосского монастыря, в котором, согласно летописам, юная красавица обучалась с самого детства. Некоторые источники свидетельствуют о том, что в монастырских стенах будущая жена императора познала тайную практику накопления жизненной энергии путем любого новосаития и владела этой практикой совершенства. В Китае сложилось особое отношение к любви и плотским осложнениям. Любовный акт китайцы считали частью порядков природы. Красавицы, которые сохранились в истории, получали специальную подготовку. Эта подготовка делалась в течение тонких лет. По мнению историков, тайны древней кулинарии Ян Гуэфы посвятили монахи Даосского монастыря, в котором, согласно летописям, юная красавица обучалась с самого детства. Некоторые источники свидетельствуют о том, что в монастырских стенах будущая жена императора познала тайную практику накопления жизненной энергии путем любого новосаития и владела этой практикой совершенства. В Китае сложилось особое отношение к любви и плотским осложнениям. Любовный акт китайцы считали частью порядков природы. Именно поэтому обитатели Поднебесной никогда не связывали его с чувством греха или нарушением морали. Любовное наслаждение было для них средством соединиться с безграничной энергией природы. Это целое было искусство опять удержания возбуждения, сублимирования его, а самое главное умение правильно пережить это возбуждение. То есть в этом искусство брачных покоев, полидаусской целой системы, которая генерировала энергию, а мужчина не терял. И оно связано было с определенным свойством женщины в первую очередь. Это нельзя было сделать с женщиной низких вибраций. Однако не все исследователи согласны с этой точки зрения. Некоторые из них убеждены, что секреты обольщения и любовных наслаждений Ян Гойфаи почерпнула из древней Библии любви, которую, согласно легендам, людям даровала боги. Однако прикоснуться к этим тайным знаниям могли особенные женщины, которых называли хранитинцы. И одной из них была Ян Гойфаи. Совсем недавно исследователи нашли реальные факты, подтверждающие древние предания. Во все времена у разных народов существовал труп избранный сон на эту мать. Они родили священные, а они рецепты уникальных снов, с помощью которых могли пробудить любого трепет и их кучу страсть в любом мужчине. Но кем на самом деле были эти таинственные правительницы древних Сибиронов? Принято считать, что наложницы и дронами правителей Поднебесной могли стать только знатные девушки голубых правей, которые готовили к этой почетной миссии с самого жизни. Однако в 2011 году ученые китайские обнаружили документы, которые перевернут привычные представления о любовных взаимоотношениях в другом китайском императоре. По дворцову летописи в династии царцев родилась запись, в которой говорится, что главная жена китайского императора была дочерью по столу и попалась на глаза эмиратуры только потому, что прислуживала китайского императора. Она начинала свое служение как прислуг в туалете. Продает поседарю чашу свадьбу, когда он выходит из туалета. Они как-то очень просто относились к проблемам своих наобностей естественного силового принадлежа строительства. Хроники свидетельствуют, что император Тай Цзун осматривал вновец вместе со своим советником. День был жаркий, и Тай Цзун решил ополосниться. В этот момент служавка, предвидя желание императора, протянула ему серебряную чашу, довелку наполненную водой, но сделала это так, что Тай Цзун нечаято коснулся ее руки. Это прикосновение показалось правителю настолько приятным, что он на мгновение позабыл обо всем. Императора поразила гладкая, бархатистая кожа простой прислугой. Ведь даже наложницы его гарема, которым были доступны самые разнообразные ароматные масла, не обладали такой нежной кожей. Тогда Тай Цзун был приказ выделить служанке самые лучшие покои в императорском мире. Так, согласно историческим документам, впервые в истории Китая прислуга стала одной из наложниц гарема китайского правителя. Станас имел очаровать второго танского императора настолько, что он ее ввел в число своих как-то наложников. То есть не просто придворный рисунок, а уже любовница и до наших дней дошли портреты сделанные придворными художниками. Оказалось, дело не блистало, особенно красоты. Однако император проводил со своей новой возлюбленной все дни и ночи, совершенно позабыв о том, наушницах. Ну, конечно, это портреты были определенные стилы, потому что императоры всегда изображают так вот. Императорица у детей красотой только не две стола. И, соответственно, говорит о том, что она там была такой-то птицей на красавице, ну, нельзя. Ну, то, какой-то магнитизм бы оказать слава, видимо. Как дочери простого торговца, не обладающей яркой внешностью, удалось достичь таких высот, обойти сотни ивановочниц, занять место главной жены и, наконец, занять трон правителя всех немецких. Долгое время историки пытались раскрыть секрет успеха императрицы Муцзея. В поисках их такой-то соцепки, они изучили десятки древних китайских лукописей, в которых упомянулось имя императрицы в общем-то, чел. Пока однажды не обнаружили отрывки древнего поэтического сочинения неизвестного автора, в котором раскрывался таинственный ритуал, совершаемый императрицей. Служенки Гуцзея задолго до первых лучей солнца доставляли киловарцу свежий чайный лук. Императрица растирала молодые чайные листочки мадони, а затем бросала их в деревянную воду изгаляющей воды. Когда вода остывала до комнатной температуры, гератрица погружалась в воду. Благодаря таким ваннам на основе зеленого и черного чая кожа у Зайкань была необыкновенно прохотистой. Неужели себе это ощущение окрылся в необычных чайных ванках? Чай обладает таким уникальным свойством из верхних слоев кожи путем диффузии вытягивать токсины, которые там могут накапливаться в верхних слоях эпидермиса. Его действительно хорошо употреблять в виде в виде каких-то примочек, компрессов даже на те места, которые подвержены гнойному или саптическому воспалению. Это достаточно древний метод лечения, потому что чай содержит фитооциды, растительные такие вещества, которые токсичны для бактерий, они убивают бактерии. Современные исследователи подтверждают, чай относит мышечных волокон, которые датышат под глазами. Процедура еще и в том, что после того в ванной не стоит принимать душу. Чай должен впитаться в кожу и высохнуть самостоятельно. Но считалось хорошо для карьеры. Она приказала постелить в операторской спальне особую простынь, которую она специально привела. Император уступил требования за деньги. Проведя лишь несколько часов с наложницей на этих простынях, император почувствовал необыкновенный прилив сил и любовной энергии. Но в чем был секрет необыкновенной бодрости энергии? Согласно одной из версий, все дело было в необычных простынях, на ложнице, основу которых составляли жемчужные волосы. Именно жемчужные нити помогали операторам сохранить волшую силу. Долгое время оздоровительные свойства жемчужных простыней считалось не более чем просто. Однако недавно исследования ученых показали, что жемчужные нити, соприкасаясь с кожей во время сна не дает ей потерять естественную зла. А это в свою очередь помогает сохранить организму энергию. когда соприкасаемся с постельным бельем, особенно когда оно натуральное, то очень полезно. Но оно снижает влажность нашей кожи. То есть реально идет диффузия влаги с кожи вот в сторону тканных вот этих вот нитей именно постельного белья высокого качества. И наша кожа за ночь теряет массу много жидкости, много-маленького воды. Поэтому она в принципе даже быстрее стареет. и чтобы предотвратить вот это вот действие натурального белья, нити обрабатывают именно джемчугом. Тогда они не поглощают влагу от кожи человека. И действительно вот секрет вашей молодостью. Сейчас я открою мою страницу на фейсбуке. на фейсбуке. Ах, восемь часов в восемь минут. Харпревис. Восемь часов в восемь минут. Ну да, две восьмерки. Магия чисел. Вот интересные про просто неинтересные. В общем, много такого интересного даже для себя узнала. Так что вот из книжки и вообще из видео интересно вообще изучать что-нибудь такое волшебное. да. Моя страница на фейсбуке Татьяна Л. Татьяна Фомана Мактурса и Бури на русском, на английском языке. Вот это видео. Обратите внимание. Олег Дерибаско. Олегу Дерибаски я отправляю. И Михаилу Фридману. Обратите внимание. Смотрите профиль Михаила Фридману. Обратите внимание. Я не знаю. Короче, вы решили пошутить, да? Вот это вот. Вы, короче, решили пошутить, открыть страницу за миллиардера я Михаила Мактурса. Я так понимаю, да? Шутники. Шутники. То есть вы думаете, что вам это зайдет с рук. То есть вы меня будете уверять, что это фейк. Что-то фейковое. Вот эту вот страницу. Вот эти шутники, они шутят. То есть шутники. Эти шутники решили открыть страницу за Михаила Мактурсовича Фридмана, разместить его фотографию. Обратите внимание. Разместить его фотографии, его посты. Вот это вот. Кто-то решил, очень какой-то шутник, решила пошутить. Сейчас, кстати, он сама на Википедию открывает. Википедию. То есть вы хотите сказать, что вот вы там вот это вот открыли страницу и решили пошутить. Открыть страницу, разместить фотографию у Михаила Мактурсовича Фридмана. Так что вот. Российского предпринимателя, миллиардера. Смотрите, он еще инженер, инженер-конструктор. Это вам не просто так. Читаем. Смотрите. Предприниматель, миллиардер и инженер-конструктор, совладелицы, председатель наблюдательного совета, консорциума, альфа-групп, член наблюдательного совета, ну это я вот это ЛТД, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, учредители, член бюро президиума Российского еврейского конгресса, член общественной палаты созыва 2006 года, национального совета по корпоративному управлению международного консультативного совета по иностранным отношениям США, между прочим, ну так я и сказала, я им сразу предложила, я же как в воду глядела, что он там уже в этом где-то, как называется, он уже там в этом совете, как там, что это такое, интересно, национальный совет по корпоративному управлению международного консультативного совета по иностранным отношениям США, один из богатейших бизнесменов России, житель Великобритании. По данным соответствующих рейтингов, в 2020 году журнал «Форбс» поставил Михаила Фридмана на восьмое место в списке богатейших предпринимателей России, с состоянием в 13 миллиардов рублей. В 2019 году газета «Нью-Йорк Таймс» объявила Фридмана богатейшим жителям Лондона состоянием 15 миллиардов. Я даже не поняла, куда делись вот эти вот. В 2019 году у него было 15, он как там, куда делись 2 миллиарда, 2 миллиарда за год, я вообще даже не поняла. 2 миллиарда уже куда-то делить. Вот я с Алмана немножко шутил. А вот уже в 2021 году, вот как нет, в 2021 году, вот здесь вот написано, что написано в образовании, закончил московский институт стали и сплавов. Состояние на 2021 год, 15 миллиардов. 15 миллиардов. То есть, вы хотите сказать, что кто-то решил пошутить, понимаете, с миллиардером, Михаилом, Михаилом Маратовичем Фридманом, понимаете, вот этим вот. 15 миллиардов. Состояние которого оценивается в 15 миллиардов, вот этих вот миллиардов, этих долларов. И открыть вот эту страницу, вот эту вот страницу на фейсбуке. Я не знаю, возможно, откуда же я знаю. Я сама изучаю, столько вообще такого нового, виртуальное пространство, понимаете. Это вот вопрос туда, в общем, туда, в интернет, понимаете, это виртуальная реальность. Я что могу? Я могу, понимаете, вот здесь вот посмотреть в Википедии, посмотреть на фейсбуке. Тут много чего пишут вообще, на самом деле. Вот так. волшебность еще переписку на эти метки было написано и тоже здесь тоже шутники такие шутники те открою переписку на начало этой переписки короче здесь был ли стен это все про ватсап мы ведь все про про ватсап все никак не можем это лота пришли я просто будет какой тут у меня переписки пола по поводу королевских танцов написано кстати вот у одного коронный вопрос ко мне 11 спрашивает в откуда понимаете вот это вот такая эти вот уже на это тысячи один раз спрашивает а вы откуда пишешь из россии спрашивают эти вот откуда вот тысячи первый раз вы откуда вот а здесь очень когда пишет он спрашивает как семья как семья как поживает твоя семья вот эти вот как-то вот так вот тогда так вот королевских особ где это было там или это в другой то здесь так много всего это там это правда даже опубликую как этот как заголовок открываю вам такие тайны и секреты вообще не знаю такие секреты вам открываю внимание что там покажу я ему про борща мне про то что в общем смотрите на что тут пишет что мне написал как и написал мы с тобой королевские мы с тобой королевские мы не болтаем не болтаем здесь пойми меня так что вот я даже вот это вот это вот этого да мы с тобой королевские мы не болтаем здесь пойми меня я хотел вам она вам покажет сейчас я это опубликую сейчас я это опубликую как звучит обратите внимание я уже тут опубликовала на такой феерической ноте я выключаю моё видео выключаю кстати обратите внимание также на фотографиях вы хотите чтобы я вам фотографии мои показала обратите внимание я на всех фотографиях я загружаю делаю делаю эти фотосессии обратите внимание на всех этих фотографиях я но это тоже тут портрет но видно что где я-то видно правильно может быть еще что-то мне такое тут в принципе основной я поднимаю ты это на всех этих фотографиях я мои фотографии сделанная в этом месяце в делом листару в этом и потом пойдет майло поэтому и в прошлом месяце и потом там дальше так что вот это сделано в этом месяце все эти фотографии я особенно вот эти это мои любимые шутера какая красотка ты в шубе а просто королева красоты так что вот где даже бабки не ходить дальше посмотреть и я на этом на этом фото тоже я так что вот а как конечно королевские особо так вот обратите внимание это я хотя сломал на мостом сайт у дин 49 лет ну да 49 минус 30 посчитайте минус 31 сколько это будет а здесь какие шикарные выказались просто вышла как-то какая красота то есть какая это тоже я на этом фото тоже я вот